Добрый вечер, господин какое счастье видеть вас после тренировки вы были великолепны вы устали? неудивительно вы так хорошо забудетесь о всех нас вы защищаете нас но вы совсем забыли о себе что мне пойдет вы должны беречь себя вы должны заботиться о себе но если господин не хочет это делать тогда это сделаю я доспехи хозяина кажутся такими тяжелыми мне кажется они и есть очень тяжелые так что господин устает физически когда долго находится в этих доспехах а нам ведь это не нужно нам нужно чтобы хозяин всегда был полон энергии но хозяин должен быть готов готов к бою и к покорению новых вершин кстати о вершинах недавно Шалтир увидела моего дворога и она очень удивилась тому что я до сих пор не назвала его не дала ему имя знаете хозяин я когда даже не думала об этом но когда она предложила его назвать то я сразу подумала о вас господин я назвала его вершина мира надеюсь что вы не против но 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 господин есть одна проблема я пока не смогу ездить на своем двороге мне стыдно об этом говорить ну в общем как вы знаете твороги повелевают хаосом а они в общем творог никогда не позволит оседлать себя такой как я да я сугуб самый настоящий но простите меня хозяин долг стража даже обязывает нас находиться у дрона я толком-то никого не видела я толком даже не успела попрактиковаться в общем пока что я не смогу ездить на своем двороге хотя если господин покажет мне такую честь и избавит меня от этой проблемы я буду так счастлива но но нам нужно будет срочно сражаться и мне обязательно нужен будет мой дворог поэтому пожалуйста господин осчастливьте меня и позвольте мне полностью насладиться поездкой на моем скакуне не сейчас но когда же когда почему не сейчас обещайте об этом подумать хорошо моя лорд благодарю а теперь господин позвольте я помогу вам снять ваши доспехи они такие тяжелые но вы после тренировки устали позвольте мне с вами ухаживать вот так вот так можно подойти немного ближе вот здесь я очень сейчас дала вам помочь что ухаживать теперь вот здесь да конечно так хорошо Я сейчас Что ты здесь углянул? Давайте снимем эту часть Сейчас я Сейчас Вот так, здесь тоже Вы каждый раз так делаете? Здесь Тяжело вам наверное? Да Отлично Теперь с той стороны Стоит Стоит что? желтир? не знаю да и зачем она? она сейчас не нужна я сама могу справиться правда? к тому же желтир бывает жутко гадиной например, недавно представляете хозяин недавно желтир назвала меня огромной каривой это ведь не так спасибо, господина спасибо да еще немного господина но ведь так намного лучше а? ну что вы со мной вы должны чувствовать себя в безопасности даже без ваших доспехов ведь я смотритель стражей ничто не ускользнет от моего цепкого взгляда ничто не ускользнет даже то, что вы очень напряжены когда я снимала с вас доспехи я заметила как ваши мышцы напряжены здесь и здесь надо с этим что-то делать господин послушайте мне с вами поухаживать но я придумаю как вас расслабить может быть вы хотите горячую ванну? нет? а может быть вы хотите принять горячую ванну вместе? во время купания я то и дело или сдерживаю чтобы не подклинуть за вами в купальне господин Айнс как вы на это смотрите? хорошо простите меня простите я не сдержалась тогда давайте я просто ободру вас горячим полотенцем вам станет лечь ваша мать расслабится а дальше что-нибудь придумаю пожалуйста старайтесь не двигаться мой господин по возможности по возможности закройте глаза расслабьтесь вы чувствуете тепло от этого горячего полотенца которое просачивается уже мышцы и разливается просачивается и разливается снимая усталость вот так ну как вам все намного лучше? и приятнее да простите он омывает каждую вашу косточку так здесь я не буду на три только снаружи только снаружи но если бы у вас были мышцы вы бы это почувствовали но вы можете представить что вы это доставляет мне огромное удовольствие помогать вам быть вам полезно так я вижу что вам понравилось не желает не желает ли господину еще чего-нибудь например я сделаю легкий массаж пальцами постучу по косточкам поглажу их вам очень понравится правда я знаю что вы все еще напряжены я мигом это исправлю такое счастье помогать моему господину пожалуйста не двигайтесь давайте сначала с этой стороны вот так хорошо так благодарим вас господину приятно слышать пуховую с ваших уст не смотрите на меня так это я должна на вас так смотреть не понимаю это я должна на вас так смотреть не так Извините. Простите. Я просто засмотрелась немного. Господин такой прекрасный. Невозможно устоять. Невозможно устоять. Что вы, Хозя? Нет. Это не проявление слабости с вашей стороны. Я просто ухаживаю за вами. Скорее, это я слабо излюблю к вам. И хочу сделать все, чтобы мой Хозяин был счастлив. Мне совсем нетрудно. Мне совсем нетрудно. Так. Господи, не переживайте об этом. Это такие пустяки. У нас всегда прекрасная форма. Даже если их очень усто. Как вам это удается? Ну что ж... Теперь вы прекрасно расслаблены. Как вы себя чувствуете? Я так рада, что могу помочь вам. Теперь вы можете расслабиться и засыпать. Никто не потревожит ваш сон. Уж я об этом позабочусь. Не переживайте. Я так счастлива, что могу быть вам полезна. Я так счастлива, что могу сделать для вас хоть что-то. Хорошо. Спасибо. Господин Айнс, я проделала хорошую работу. Если это так, может быть, тогда вы наградите меня еще одним поцелуемом? Да, но тогда нам предстояла долгая разлука. Я совсем не ожидала, что вы сделаете мне такой сюрприз. подарок Поэтому меня переполняли эмоции, и я расплакалась. Но в этот раз этого не повторится. Обещаю, господин Айнс. Нет? Нет, мой господин. Я делала это просто потому, что я хотела вам помочь. Правда? Что ж, если господин Айнс считает, что это лишнее, так это мой путь. Простите. Я не смею с вами спорить. Что ж, что ж, засыпайте, мой лорд. А я обязательно позабочусь о том, чтобы вас никто не беспокоил. я позабочусь о том, чтобы ваш сон был добрым и крепким. Спокойной ночи, господин Айнс. Своих снов.